Музыка Развеселите нас! Прочитайте нам стихи! Осень наступила, высохли цветы и, глядя, уныло голые кусты. Я сказала развеселить, а не усыпить! Я знаю, как называется твоя болезнь. Она называется осенняя хондра. И скажите мне на милость, как мне излечиться из этой болезни? Это можно сделать легко и просто, с помощью ярких красок, детских улыбок и творческих идей. Все это можно сделать в Доме детского творчества созвездия. Что за дом такой? Дом детского творчества созвездия – это целый мир, мир творчества и волшебства. Там работает много детских объединений, куда может записаться каждый из вас. Каждую осень, когда все вокруг заполняется желтыми красками, Дом детского творчества созвездия наполняется громким детским смехом. И уже 35-й год подряд открывает новые звездочки. На импровизированной сцене возле фонтана в парке «Таежные бульвары» состоялся праздник, посвященный началу нового сезона в Доме детского творчества созвездия. В школах начался новый учебный год. Прошла первая учебная неделя, и ребята определились со своей нагрузкой. А наше мероприятие, наш сегодняшний формат помогает ребятам определиться с тем, как у них будет занято свободное от учебы время. Поэтому в формате мастер-классов, в формате игровых программ, встреч с нашими педагогами проходит наш «Звездный экспресс», так мы назвали нашу программу. Почему «Звездный экспресс»? Потому что мы стартуем в новый учебный год, движемся, развиваемся, становимся взрослее и получаем новые навыки. В парке, как обычно, было многолюдно. Зрители с большим интересом смотрели представления. Ребята из творческих объединений «Созвездия» демонстрировали свои умения, полученные за предыдущие годы. Вокруг установленных в парке столов сгрудились ребятишки. Все они знакомились с руководителями разных объединений Дома творчества. Мы всего лишь год работаем, это второй год нынче уже. Занимаемся рукоделием бисерным на основе проволоки и лески. Дети изготавливают брелочки, цветы, деревья, кто-то уже такие более масштабные произведения, так сказать, искусства. Также пробуют делать картины из бисера, панно различные. Дети такого от 7 до 12 лет, они более в этом заинтересованы. Хорошо, вот бисероплетение, чем хорошо, но да, оно помогает развитию моторики мелкой, усидчивости, терпению. Пока еще неумелыми пальчиками ребята нанизывали на проволоку мелкие бусинки, пробовали выполнить красивый рисунок на камушке и справиться с шерстяными нитками. Мы занимаемся по программе, которая называется «Креативное рукоделие». То есть мы используем разные современные материалы. Это шерсть, из которой мы выполняем картины и валяем мягкие игрушки. Также мы работаем с фетром. Детки очень любят шить фетровые игрушки, учимся вязать крючком, работаем с пряжей. Есть такой современный материал, как фоамиран. Дети тоже любят делать из него цветы и куклы, которые называются фофучи из фоамирана. То есть используем и природный материал, то есть все современные материалы. Детям очень нравится, то есть это всегда в жизни для девчонок пригодится. Ни один из столов не был пуст. Дети с увлечением под руководством опытных педагогов мастерили поделки. Лепили из соленого теста нерпу, плели из золотистой соломки ангела. В нашем детском объединении уже 35-й год. То есть с основания Дома пионеров, еще школьников, мы работали. Ну вот соломка – это наш основной материал. Это аппликация, это плетение из соломки, это картины, это объемные работы. Дети участвуют в выставках, в конкурсах, пишем проекты. С гордостью могу сказать, что первые места занимаем не только в области, но и в всероссийских международных конкурсах. Ребята занимаются и по три, и по четыре, и по пять, и по десять лет. Очень рады, что у нас есть и мужчины в коллективе. Ребята старались попробовать себя в разных видах творчества. Им было интересно все. Мамы бережно держали в руках шедевры, изготовленные их малышами. Сначала я пришла красить, а потом лепить из пластилина, а потом делать ангела из соломы. И у меня получилась божья коровка, она уже высохла, и улитка из пластилина. И вот сейчас я из соломы делаю. Здесь же можно было посетить выставку, на которой были представлены картины и панно, выполненные воспитанниками Дома детского творчества, которые занимаются там не один год. Это настоящие произведения искусства. Выучить английский язык, играя, также можно в Доме детского творчества. В нашем городе дети порой не знают, где же можно применить английский язык. И вообще иногда не верят, что им можно пользоваться. Мы предоставляем такую возможность. Приходите к нам в театр английского языка. Но при условии, если вы хотите играть на сцене, и вам, и вы в пятом-одиннадцатом классе. На празднике дети занимались не только рукоделием. У них была возможность и поиграть в подвижные игры. В музее Дома детского творчества есть объединение «Корница», где ребята занимаются, значит, первый год обучения, они изучают детский фольклор, народные игры. Второй год обучения уже изучают обрядовые праздники и проводят их. А третий год обучения – экскурсоводы музея, где дети учатся музееведению, изучают экспонаты музея и в конце года сдают зачетную экскурсию, получают удостоверение юный экскурсовод. Одно из объединений представляли его воспитанники. Они рассказали о важности своей деятельности. «Наше объединение «Мы вместе» – это городской волонтерский отряд. То есть, чем мы занимаемся? Мы занимаемся разными акциями, помощи людям, детям. Мы развиваем наш город и являемся одной из самых активных групп в нашем городе. Недавно мы проводили акцию против террора, благодаря которой призывали людей к всеобщей проблеме, показывали то, насколько это плохо и от чего нам нужно избавляться. Также у нас недавно проходила акция, посвященная разным книгам. Наша деятельность важна тем, что мы показываем, насколько классно быть активным, что может это принести. Как недавно я писала в сочинении «Делать добро – это истинная цель жизни». Я призываю всех людей, кто хочет помочь или очень активен, прийти в наш отряд «Мы вместе». Здесь все будут вам рады. На празднике была представлена лишь малая часть тех объединений, которые действуют в Доме детского творчества «Созвездие». Ежегодно в нем обучаются порядка 1400 ребят. Они учатся петь, играть в шахматы, конструировать роботов и еще много чего интересного. Для всех найдется занятие по вкусу. Я поздравляю всех с началом нового учебного года. В Доме детского творчества «Созвездие» этот учебный год юбилейный. Нам в январе месяц исполняется 35 лет. Мы сохраняем самые добрые традиции дополнительного образования в городе Саянске. И я обещаю, что этот год будет очень интересным, познавательным. В добрый путь в новый учебный год!